приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы после того как мы обнаружили магазин с разными муками с разными видами муки я хотел сказать естественно мы начали экспериментировать с хлебом и сегодня хочу вам представить один очень интересный хлеб хлеб из муки из зародышей пшеницы но как-то звучит так из муки из зародышей пшеницы на самом деле это так вы уж простите меня и полезное свойство муки из зародышей пшеницы я учить не стал размещу их в описании видео их такое огромное количество и вот вкратце распечатал просто ссылку из википедии вернее не ссылку часть статьи из википедии статья на самом деле огромная конечно не очень камильфо читать с листа но еще раз прошу прощения зародыши пшеницы очень богаты полезными веществами в них обнаружены почти все аминокислоты 18 из 20 существующих причем масса белковых компонентов составляет от 50 процентов массы самого зерна составе зародышей пшеницы обнаружены витамины а д и е большое количество витаминов группы b зародышах их несколько раз больше чем самом зерне и другие вид витамины минеральный состав предоставлен представлен 21 микроэлементом среди которых есть калий кальций магний натрий фосфор железо медь марганец синий селен цинк и другие на самом деле тут как бы информации очень много основную информацию я для вас выбрал почитайте в описании видео но штука невероятно полезная то есть зародыши пшеницы это практически солод это пророщенная пшеница потом высушенная и смолотая в муку штука настолько полезная и лечебная надо от нервных заболеваний помогает и пищеварение улучшает и даже тут пишут ну не знаю конечно мне кажется это чёс что какой-то при онкологии положительное действие оказывает но в общем хлеб получается мы проэкспериментировали с хлебом хлеб потрясающий очень необычный такой вот хороший сельский грубый вкусный хлеб который можно есть без масла без меда а вот просто есть и наслаждаться вкусом хлеба сегодня предоставил представить представляем вам рецепт этого хлебушка текстовый рецепт приготовления хлеба а также все количество ингредиентов находят найдете в описании видео кстати ссылку на магазин с муками вот мне что-то все время так прикольно говорить с муками ссылку на магазин с интересными видами муки найдете в описании видео а сейчас вкратце расскажу пшеничная мука высшего сорта 250 грамм пшеничная мука первого сорта со трубями 150 грамм и мука из зародышей пшеницы 100 грамм также нам понадобится соль мед подсолнечное масло и дрожжи если вы противник дрожжей эту этот хлеб можно приготовить на обычной закваске можно сделать и пшеничную и ржаную закваску как приготовить закваску можете посмотреть на нашем канале в разделе плейлисты ну и наверное видео ссылку на видео оставлю в описании также для наполнения можно использовать разные виды семечек это совершенно опционально можно их нет не использовать но сейчас я посмотрю еще каких семечек добавлю то есть переборщить тоже не надо но добавлю тесто по столовой ложечке вот я приготовил для того чтобы показать семечки на обычного семечки на темного и семечки подсолнечника кстати семечки в том же интернет-магазине но в общем я не буду размещать на товары ссылки будет ссылка на интернет-магазин к сожалению он работает только в украине но посмотрев этот рецепт вы сможете найти думаю подобные ингредиенты в любой в любой страны снг в первую очередь приготовим опару для этого как же это сделать правильно в общем вместо сахара будем использовать мед очень много противников дрожжей как оказалось есть я лично в дрожжах не вижу никакого зла знаешь говорю если вы видите в дрожжах зло то совершенно спокойно можно заменять дрожжи заквасочкой растворяем растворяем мед после того как растворили весь мед высыпаем на поверхность водички кстати водичка температурой 37 градусов тепленькая рассыпаем дрожжи и оставляем на пять минут регидратироваться если вы готовите на закваске то нужное количество закваски в носим ну тоже вот на данном этапе вносим водичку пока дрожжи и регидратируется смешаем все муки пока будем смешивать муки надо засыпать мукой абсолютно все но иначе хлебушек вкусный получится у меня традиция вся кухня должна быть когда я что-то делаю из муки вся кухня должна быть в муке помимо этого в муке у меня весь фартук вся одежда но решительно все вот таким вот образом после того как дрожжи регидратировались вносим сюда соль и по столовой ложке как я уже говорил семок возьмем такие и такие больше больше не стоит потому что семок тоже семками в отличие от пальца машу можно испортить хорошенько перемешиваем вливаем большую часть растительного масла немножко оставлю чтобы потом смазывать руки и начинаем вводить муку муку вводим постепенно что там кот стучит звоночек еще не сделали и вначале перемешиваем ложечкой вот сейчас как раз самое время засыпать все мукой таким вот образом пока перемешивается ложечкой перемешиваем ложечкой после того как ложкой вымешивать уже не представляется возможным переходим к ручному вымешиванию я противник при приготовлении хлеба противник использования тестомесов конечно личное дело каждого но есть еще мнение что от тепла рук активизируется дрожжи писали подписчики такую историю вымешиваем очень тщательно примерно на протяжении минут наверно надо ложечку муки добавить ларис правда минут 78 буду вымешивать сейчас добавлю сюда еще ложечку муки подкорректируем в рецепте количество водички вот друзья добавили столовую ложечку муки в рецепте это отразится на количестве воды и теперь хорошенько вымешиваем тесто лишь говорю в течение где-то минут 7 друзья смотрите вот такое вот мягенькое эластичное тесто у нас получилось лепим из него колобочек и ставим его на расстойку на 50 минут при температуре 30 градусов если у вас нет духовки с функцией расстойки теста просто включите духовку на минуту она наберет нужную температуру а потом оставьте в ней включенную лампочку таким образом нужная температура примерно примерно будет поддерживаться конечно идеально использовать духовку именно с функцией расстойки теста что у меня руки жирные мне стрейч лента объявила войну вот таким вот образом отправляем тесто на расстойку дальше обминаем тесто опять же таки ручки смазываем растительным маслом и проводим вот такую вот процедуру какое красивое тесто накрываем опять стрейчем и еще на 40 минут на вторую расстойку далее друзья готовим противень застилаем его либо ковриком тефлоновым для запекания либо пергаментом для запекания в очередной раз но во второй раз уже обминаем тесто и вот так вот как бы подбираем его к низу вот таким вот образом вот смотрите как бы берем тесто сверху и немножко его раза заворачиваем во внутрь и под низ перемещаем на противень сбрызгиваем хлопчатобумажное полотенце обычной водой и накрываем буханочку на третью расстойку оставляем на противне на полчаса при желании буханку можно украсить можно посыпать мукой можно каким-нибудь семечками а можно отрубями как сделаем мы в нашем случае при этом разогреваем духовку до температуры 200 градусов помещаем хлеб в разогретую духовку желательно чтобы был включен верхний нижний нагрев конвекция не нужно саму духовку брызгаем водички и закрываем на полчаса через 30 минут извлекаем хлебушек из духовки перемещаем на решеточку и оставляем до полного остывания важно не ставить хлеб на плоскую поверхность иначе выступит конденсат и он размокнет после полного остывания друзья разрежем и будем дегустировать после того как хлебушек остыл можно его зарезать и посмотреть что у нас внутри а внутри у нас вот так вот сейчас отрежу кусочек и покажу крупным планом хлебушек достаточно мягкий по своей структуре но он и должен быть такой из грубых сортов в муки то есть он применяет приминается мякиш вот такой вот это не французская булка которая после полного сжатия должна полностью восстанавливаться ну или почти полностью ну и вот так вот друзья это выглядит сверху снизу с боков давайте пробовать мне всегда значительно проще рассказать о вкусе колбасы или сыра чем о вкусе хлеба ну давайте попробую по аромату пахнет он вот если кто-то помнит были сельские кирпичики был светлый кирпичик и темный кирпичик вот такого вот цвета аромату этого хлебушка вот такой же как из детства я конечно больше любил белый кирпичик с маселцем с хрустящей корочкой но тем не менее темные кирпичики были то есть вот он не пахнет как допустим украинский хлеб как бородинский хлеб он имеет свой особый запах но очень ароматный реально очень ароматный приятный немножко сладковатый такой какой-то даже полевой аромат на вкус сейчас попробую вам рассказать хлеб очень мягкий по своей консистенции он похож ну вот даже не на бородинский хлеб он более мягкий чем чем бородинский бородинский сам по себе мягкий этот еще более мягкий вкус очень приятный зерновой плюс немножко сладковатый но мне этот вкус очень нравится по-моему он отлично подобран и вот где этот хлеб можно использовать ну во первых его вкусно просто так как на мой взгляд он не очень подойдет на бутерброды и на гренки подойдет просто как хлеб отлично первым блюдом и к салатам но говорить о хлебе как об основном блюде наверное у нас нашим менталитетом не очень уместно но я лично иногда люблю просто вот съесть и захавать пару кусочков хлебушка который вот недавно два часа прошло после выпечки хлеб полностью остыл он первый день он невероятно вкусный на второй день он уже становится какой-то обыденный а вот после того как его досталось духовке или из печки прошло два часа он полностью остыла это нечто вот этот хлеб относится к этой же категории то есть ну да как бутербродный не совсем то вот именно либо как основное блюдо либо как хлеб в составе хлебной тарелки первым блюдом хотя очень многие ну как бы многие же люди не едят бутерброды а просто едят хлеб там даже на работу с собой берут там допустим вот кстати с сыром мне кажется с твердым сыром из российской или голландской группы было бы очень классное сочетание но самое главное он очень вкусный но самое главное что он невероятно полезный что это наверное один из самых крутых сортов хлеба вот по своей полезности по своим таким экологическим может быть даже качеством но вопрос опять же таки сейчас начнут говорить что хлеб сделан на дрожжах но я же сказал что его можно сделать точно так же и на закваске но друзья с удовольствием вам представляем рецепт хлебушка из зародышей пшеницы или из муки из пророщенной пшеницы хлеб очень классный поплав попробуйте его испечь на вашей кухне и я думаю что после того как вы попробуйте по крайней мере вы будете делать это неоднократно и наверное довольно часто если есть вопросы по приготовлению пожалуйста приглашаю всех комменты спасибо за внимание не забудьте подписаться на канал всего доброго пока